Виталий Козлуцкий! Больше аплодисменты! Громче, 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 смеял! Дмитрий, а вы знаете, что за нашими спинами абсолютно уникальный задник? Загадочные буквы, прям какие-то символы, завораживающие, на мой взгляд. Ну, Валерий, вы знаете, в принципе, вам как девушки, простительно не знать, что за аппаратура. ФАУ, что это такое? Ну, это понятно. Дмитрий, на площади немало девушек, так что потрудитесь нам объяснить, что же значат эти загадочные буквы. Ха, да без проблем. Внимание на экрану! Автомобильная федерация Украины, ФАУ. Общественная организация, основанная 2 июля 1992 года, объединяет граждан, заинтересованных в развитии и пропаганде автомобилизации, автоспортсменов, автотуристов и других любителей, которые проживают во всех областях Украины, Автономной Республики Крым, городах Киев и Симферополь. Автомобильная федерация Украины признана Национальной федерацией автомобильного спорта, согласно закону Украины о физической культуре и спорте, признана Международной автомобильной федерацией, в том числе Национальной федерацией автомобильного спорта, в том числе Международная комиссия картинга и Национальным олимпийским комитетом Украины. На сегодняшний день ФАУ насчитывает более 2,5 тысяч участников федерации. В 2013 году зрители увидели 46 соревнований чемпионатов Украины, 7 соревнований Кубков Украины, 91 соревнования национальных серий, 54 клубных соревнования. В общей сложности было проведено более 200 интереснейших гонок. ФАУ активно развивается и расширяет свои горизонты. География гонок охватывает всю Украину, а число экипажей и участников постоянно растет. Автомобильный спорт весьма многолик. Ралли, кольцевые гонки, ралли-рейды, трофи-рейды, картинг-кросс, дрифтинг, кампли-кросс, триал, автослалом, горные гонки, гонки на ускорение, международные гонки, трековые гонки, автомногоборье, любительское ралли, автодуэли, различные асфальтовые и внедорожные спринты и многое другое. Эти невероятно зрелищные и яркие спортивные события привлекают большое количество зрителей и внимание прессы. Число поклонников автомобильного спорта неуклонно растет. Наши экипажи выступают в гонках международного уровня и презентуют нашу страну как активного, полноправного участника международного автомобильного движения. Если вы любите скорость, драйв, экстрим и активный образ жизни, значит вы наш человек. Ну что, Валерий, я думаю, что такой фау в данный момент стало понятно абсолютно всем, кто, возможно, этого не стал. А вот мне в свою очередь хотелось бы поинтересоваться у вас с Валерием. Что значит за это такое вот магическое слово «шарукань»? От него словно веет, вы знаете, какой-то вот легендой почему-то мне так кажется. Дмитрий, вы абсолютно правы. Это действительно старинная легенда. И я предлагаю послушать ее вместе. Ой, послушай ты, добрый люд рассказ О былом и нынешнем времени Да о той земле, что в нас средствовал нас От отважного гордого племени Там, где вольный град ныне стал стоять Ранее были места пылинные От истока всех Удаль нашу и нрав Мы несем сквозь река старинные Был могуч и дик Страшный хан Шарук Человек в змеином обмечен И из логова змеи всем народом вокруг Захотел навязать обычаи Нес народ оброг Устрашившись, да Откупаясь от сей погибель Тех молодых ему приносили Да, и страшнее злодея И возвал народ И возвал народ Ой, ты, горький сим Да неужто у края родимого Не родился до сей поры богатыр Чтоб сгубил души губа смеинного Встал Алеша Попович И в честном бою Поворот супостата проклятого Кузнецы Тимьян да Кузьма За ним змея в плуг загнали из мятого Изрыгая огонь Брел сладей шагу От Соловутича до Азовских вод И о двух сторонах Стали горы вдруг Чтобы помнил о бодрике том народ И не стало в краю Больше давнего зла И неслышно в краю Стало плача У танца и сейчас Каража стоят Гора князья Да гора казачья Змей не смог спастись От заклятых пут Поворол его Богатырский дух Под горой заточен На тысячу лет Чтоб не видела чудище Белый свет И вздохнул народ Что повержен тать Но проведали книжники лютые Что заковано зло И пришли колдовать Чтоб распались пленящие путы Шевелился змей Да тряслась гора Но не гоже Чтоб нашему племени Средь своих сынов Снова не сыскать тех Кто злу воспротивиться Смели бы Стали с двух сторон Казаки с стеной Характерницким тайном обучены И казак бурлук Да казак огонь Задавили чудовище круче А на месте дом Новый град стоит И змеевый Град Называется Град охранник злу Что глубоко спит И взойти наверх Не решается Потому с почетом встречает наш град Тех, кто силой богат Да за ближнего рад И со всей широкой родной земли Деду силушка меряется Богатыри Кто в уменье В отваге В добре живет Для того в нашем крае Всегда подсчет И гребят наши праздники На весь свет Ибо злу в нашем доме Подсчета нет Соревнуются в силе В отваге люд Потому как знают Что нету люд И пока на земле Богатырский дух Нам не будет Угрозою Злой Шарух Соревнуются в силу 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Громче, громче, громче! Дамы и господа, ваши аплодисменты! Финалисты шоу «Украина. Майя таланта» Театр огня «Истфойер» Организаторы празднования Дня района всегда преподносят нам сюрпризы. Сегодня змеевчане и гости района стали свидетелями уникального события – гонки «Шарукай». Змеевчина стала сегодня ареной для зрелищного, динамичного и экстремального автомобильного спорта. Дмитрий, ведь вы же были ведущим этой гонки. Поделитесь с нами своими впечатлениями, пожалуйста. Но, Валерия, как ведущий этой гонки я должен вам сказать, что это было действительно невероятное зрелище. Это правда. О котором я могу говорить буквально несколько часов подряд. Буквально столько же, сколько и проходила эта гонка. Она достаточно долго шла и все это время хотелось смотреть, смотреть и смотреть. Но, как гласит народная мудрость, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. И для тех, кто не смог присутствовать на этом невероятном шоу, мы приготовили телевизионный релиз. И поэтому предлагаем, дорогие друзья, окунитесь в атмосферу невероятного драйва, почувствуйте скорость и напряжение гонки. Итак, внимание на экран. Накал спортивных страстей в Кубке ПАО по кантри-кроссу нарастал с каждым этапом. Первый этап – ледяной драйв. Второй этап – масленица, блины и сама гонка. Третий этап – княжичи, щедрая весна. Четвертый этап – пирогово, киевское лето. Пятый этап – станыця, луганска, завзятие козаки. Шестой этап – оболонь, ралли на Днепре. 26 октября 2013 года в городе Змеев Харьковской области состоялся седьмой этап Кубка Автомобильной Федерации Украины по кантри-кроссу для квадроциклов, Ukrainian Cross Country Sharuqan. И национальная серия Кубка Восточной Украины по триалу. Третий этап. До финала 2013 года остался всего один этап, и конкуренция в борьбе за победу в гонке «Шарукань» стала особенно острой. Обе трассы гонки расположились неподалеку от реки Северский Донец. По легенде, именно там спит мифический змей Шарук – зло, укращенное богатырским духом древних воителей. Организаторы выбрали территорию, где места для зрителей расположены на возвышенности и позволяют удобно наблюдать за всей трассой, что сделало ее, безусловно, очень зрелищной. Спортсменам же трасса принесла много испытательного разнообразия. Песчаные карьеры с большим количеством трамплинов, небольшие лесные участки, грунтовые равнины с извилистыми дорогами – все это, несомненно, сделало Шарукань самой сложной гонкой из всех семи этапов национального первенства. География участников соревнований седьмого этапа Шарукань также расширилась. Экипажи из Киева, Луганска, Стаханово, Дмитровки, Лисичанска, Днепропетровска, Готков, Черкас, Донецка, Кировограда, Сум, Сгуровки, Харькова, Ялты, Запорожья, Ирпеня, Шостки, Кременчуга, Козина, Шполы, Северодонецка, Москвы, Луцка, Середина Будо и Краснодона вели острую борьбу за победу в гонке. Настроение боевое, немножко волнения присутствует. Ожидаем, ну, главное не победить, главное участвовать. Мы первый раз, поэтому начинающие. Настроение, конечно, хорошее. В первую очередь, сегодня праздник, День автомобилиста. И гонка – это дополнение к празднику. Получить свою порцию адреналина, хорошего настроения, ну, и порадовать людей, зрителей. Конечно, адреналина в любом случае. Побед от наших ребят, которые представлены на третьем этапе от Луганска. Хотелось бы, чтобы они вошли в призы, потому что на втором этапе все-таки были призовые места. Есть шансы повторить, улучшить результат. Все началось с построения квадроциклов на центральной площади города Змеев. Торжественное открытие соревнований, торжественный старт и переезд на гоночную трассу не оставил равнодушными зрителей. По итогам прошедших шести этапов Кубка Фау по кантри-кроссу за победу сражались 110 экипажей, 161 спортсмен в семи классах. Безусловно, результат гонки зависел от мастерства гонщиков, их умения, опыта и выносливости. Но и спортивное везение сыграло свою роль. Трасса была очень много поворотов, не было места для обгона, очень мало. Очень мало было места для обгонов. Ну, можно было перевернуться легко. Вот я чуть не слетел с трассы. Ну, трасса в этот раз удалась. В спортсменов и зрителей интриговали и новая экстремальная трасса, и необычный, былинный формат этапа Шарукань. Гонки просто драйвово супер. Природа, люди, эмоции. Все хорошо вот так. Автоспорт, сам любитель. Тоже есть своя машина. Да, это большой плюс для имиджа района, для всего. Это привлекает зрителей, привлекает. Я думаю, что здесь есть со всей области, скорее всего, что со всей Украины здесь представлены. Но думаю, что это соревнование уровень высокого масштаба. Рейд Шарукань был бы невозможен без поддержки народного депутата Украины Мураева Евгения Владимировича. Мне очень нравится. Даже погода смиловалась над нами. Смотрите, какое солнце, какое количество людей. Очень важно, чтобы любой вид спорта получал распространение. Я очень надеюсь, что конкретно автоспорт получит широкое распространение среди наших жителей. Будем думать о создании школы. Ведь был когда-то опыт ДСААФ, и был опыт автомобильного спорта, автодела. Я думаю, что это все надо возобновлять. Слаженная работа организационного комитета ФАУ и его высокий профессионализм создали отличный тандем с оргкомитетом района. Мы проделали очень большую работу по подготовке трассы. Специфика трассы такова, что здесь песчаный карьер, здесь очень мягкий песчаный грунт. Но мы предложили много усилий для того, чтобы построить много искусственных препятствий. Например, на трассе Харда у нас есть много бетонных конструкций. Они получились достаточно интересными. Насколько они были качественными и интересными для спортсменов, мы у них спросим по финишу. Но вот то, что я слышу сейчас, это положительный отзыв. Фишка в том, что кросс-кантри это первое, ну, впервые в этом году в Украине она проходит официально. Прошлый год у нас проходила как любительская при поддержке федерации, а этот год у нас уже пошел Кубком Фау. А фишка в том, ну, то, что в Украине их еще не было отдельно для квадроциклов. Именно собрались те, которые любители квадроциклов, без джипов, без ников, именно квадроциклы. Вот стартуют классы ATV Junior и UTV Junior. Затем на старт выходят классы ATV Cross и ATV Light. Заезд классов ATV Hard и ATV Medium состоялся во второй половине дня, но ни долгое ожидание, ни сложнейшая трасса не смогли побороть волю в победе автогонщиков, хотя до финиша удавалось дойти не всем экипажам. Борьба среди участников шла за каждое финишное место, за каждый балл в рейтинге. Экипажи демонстрировали все свое мастерство, применяли весь свой опыт, стараясь быть быстрее в бескомпромиссной борьбе. Последний заезд. Классы UTV 1000 и UTV 800 вгрызаются в грунт, укращая змеящуюся трассу и доказывая, что богатырский дух настоящих спортсменов не может быть сломлен трудностями и опасностью. Это был заключительный финиш седьмого этапа. А пока на трассе кросс-кантри шла напряженная борьба, Шарукань пытались укротить экипажи третьего этапа национальной серии Кубка Восточной Украины Патриалу. Еще бы! Категория стандарт, в которой стартовали обычные внедорожники, позволила наблюдавшим понять, на что же могут быть способны их собственные праздностоящие сегодня в гаражах машины. Я думаю, что в следующем году мы обязательно выступим тоже на своем автомобиле и я думаю, 100% примем участие в данной гоночке. 100%. Категория Рейд своим агрессивным видом вызвала невольное уважение, а их ходовые качества зависть у автолюбителей. Ну а старт категории Хард был и вовсе не для слабонервов. Финиш! Все экипажи, участвовавшие сегодня в Триале, могут поставить себе зарубку на счетах. Память о славном сражении. Змеев, не слышно? Вот теперь слышно! Ну что, как громко закричали сразу. Честно говоря, вот сердцам заворожились в тот момент, когда мы смотрели все снова и снова на телеэкранах. Да, я вижу, наша площадь просто засмотрелась на то, какие головокружительные трюки. Вытворяли гонщики на трассе Шарукань, она была действительно сложной. Ну и теперь, конечно же, время подвести итоги. Две национальные гонки, два сложнейших маршрута. Такого накала страсти не было ни на одном этапе соревнований. И мы с радостью приветствуем на нашей сцене тех, кто, вопреки всему, сложнейшей трассе и порой законам физики, дошел до финиша и стал победителем. Итак, для награждения на сцену приглашается председатель рабочей группы по кантри-кроссу Автомобильной Федерации Украины Савкин Руслан Геннадьевич. Ваши амблицементы. Добрый вечер. Хотел бы поблагодарить вас за теплую встречу организаторов, за этот чудный праздник для нас. И для вас спасибо вам большое. Спасибо большое. Вам поаплодируем, друзья. Гонщики люди, слово, не слово, а дело. Ну что ж, награждаются участники гонки в классе АТВ Джуниор. Третье место. Итак, третье место АТВ Джуниор, номер 771. И это Хижун Этуард. Киевси, в вашем амблицементе. Громче, громче, смеял. Третье место. Киевси, номер 771. Второе место. Все так же АТВ Джуниор. Второе место. Номер 103. Томсик, Евгений, город Киев. Громче, смеял. Итак, друзья, и наконец-то первое место. Номер пять. Иорданов Дмитрий, город Киев. Первое место. АТВ Джуниор. АТВ Джуниор. В классе Ютиви Джуниор победителями стали. Итак, Ютиви Джуниор. Третье место. Дорошенко Юрий, приблуда Артем. Хировоград. Громче, смеял. Вот она, команда, настоящая сплощенная команда на сцене. Итак, второе место. Ютиви Джуниор. Гантауи Никита, город Киев. Номер восемь. Встречаем. Громче, громче, громче. Я могу о себе сказать, что Ютиви Джуниор реально очень круто ехали. Это правда. Итак, друзья, первое место. Номер пятьдесят пять. Савкин Владислав Мураев Михаил. Город Киев и город Харьков. Аплодисменты. Бурные аплодисменты победителям Ютиви Джуниор. И так вот они, наши молодые чемпионы, настоящие чемпионы украинского автоспорта по врезам и аплодисментам и по громче, змеев. А в классе Атовый кросс победителями стали. Итак, Атовый кросс и третье место. Номер шестьдесят шесть. Курносенков Александр город Киев Третье место. Ваш амнистер Александров старт и номер шестьдесят шесть. Атовый кросс и второе место. Второе место номер семьдесят Дроженко Юрий Кировоград. Ваш амнистер обладатель второго места и первое место Атовый кросс номер двадцать пять Гусев Кирилл город Луганск. Аплодисменты это Атовый кросс Атовый лайт за лидерство в гонке награждаются. Итак, класс Атовый лайт и третье место. Стартовый номер девять Котляр Арсений город Киев Больше потешки. Класс Атовый лайт и второе место. Номер сорок три Герасименко Александр город Донецк Громче громче Герасименко и второе место. Аплодисменты Атовый медиум мы приветствуем победителей. Итак, Атовый медиум и третье место. Стартовый номер сорок семь Костол Вячеслав город Киев Аплодисменты на площади не угасает сегодня. А вот он Вячеслав Второе место. Номер пятьдесят семь Потапенко Андрей Змеев И первое место. Стартовый номер восемь Рахмайлов Евгений город Киев Громче Громче А мы приветствуем победителей в классе Атовый хард Итак, класс Атовый хард и третье место. Стартовый номер семьсот семьдесят Хижун Виталий город Киев Ваши аплодисменты Громче Громче Змеев Бас Атовый хард продолжается Второе место в этом классе Стартовый номер семьсот пять Яценко Сергей Лисичанск Мы провожаем Талли класс Атовый хард и первое место Стартовый номер двадцать два Олиник Виталий город Луканск Атовый хард Виталий 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 Атлас Юдово-тытища столкнулся, пожалуй, с самыми большими трудностями Так как стартовал он последним Но это не помешало сегодня Стать первыми нашим Следующим победителем Итак, дорогие друзья По приветствиям Аблодисментами Победителей ЮТВ-тысяча Третье место Команды Под номером Двадцать два Олиник Виталий Сапига Андрей Горг Луганский Город Киев Олиник Виталий Итабытов Второе место В данном классе Занимает Обладатели стартового номера Пятьсот девять Халаимов Денис И Светличный Михаил Город Харьков И первое место В этом классе Достается Команды Под стартовым Номерам Севеноса три Ильинский Константин Майкорода Андрей Город Киев Ваше облицовение Нашим чемпионом Дорогие друзья Мы рады сказать Что юные гонщики Которые сегодня Появились на этой сцене Сегодня их впервые В истории внедорожной дисциплины Также награждаю Закупками победителя По итогам Всеукраинского первенства АТВ Джуниор Двадцать тринадцать Итак АТВ Джуниор За один год Третье место Номер сто три Томсик Ким Кенни Город Киев Встречаем наших юниоров Громче, громче Громче Встречаем наших юниоров Громче Громче Итак АТВ Джуниор За один год И второе место Номер пятьдесят пять Сапкин Владислав Город Киев Кто может сказать Громче Ребят Берите с собой помощников Вы хотите за призами А подарки А подарки Им нужны помощники Нет Унесет Итак АТВ Джуниор За год И первое место Стартовый номер У него Номер пять Зовут его Дмитрий Фамилия Иорданов Дмитрий Иорданов Город Киев Первое место Руслан Ну а мы перейдем К честную победителей Финала чемпионата Восточной Украины Патриалу Третьего его этапа И для награждения На сцену приглашается Глава рабочей группы Патриалу Автомобильной федерации Украины Коваленко Эрнест Сергеевич Добрый вечер Дорогие измельчане Добрый вечер Участники Третьего этапа Национальной серии Восточной Украины Патриалу Рабочей группой Гонки И компания Экспедиция Были очередны Следующие номинации Которые Хотелось бы сейчас Озвучить Номинация Называется Нас ждут Великие дела Экипаж Номер 17 Юркова Александр Реброва Александр Экипаж Номер 17 Пожалуйста Подавитесь на сцену Эти ребята Сегодня у нас Дебютировали На гонке Дебютировали Очень значимо Ярко И красиво При прохождении Первого круга Они умудрились На трассе Рейда Перевернуть Автомобиль Очень ярко И красочно За что им Большое спасибо Они нас И порадовали И благодаря этому Мы хотели бы Вручить им номинацию Нас ждут Великие дела Мы уверены Что Они еще раз К нам приедут И покажут Мастер-класс Здравствуйте Ребят Экипаж Номер 17 Юрков Александр Ребров Ребро уже отдыхает Спасибо Следующая номинация Называется Самый горячий Экипаж Экипаж Номер 24 Титов Альберт Титов Артем Эти ребята В процессе гонки Умудрились Раздуться При этом Успели Собрать колесо Не без ожогов К сожалению Не без ожогов Поэтому Мы решили Вручить номинацию Алик Поднимитесь Пожалуйста На сцену Алик Уже здесь Спасибо Поздравляем Следующая номинация Называется Приз Зрительских Симпатий Это наши Незабденные Друзья Из Запорожья Экипаж Номер 14 Косинов Вадим Павленко Дмитро Вадя Пожалуйста Поднимитесь На сцену Ребята Очень ярко Выступали В чемпионате Украины По трофе Рейду И решили Все попробовать В Триале Достаточно Ярко Спасибо Вам Следующая номинация Называется Семейный Очаг Экипаж Номер 28 Пугач Антон И Пугач Евгения Это семейный Экипаж Один из немногих Который Принимал Участие В Триале Мы решили Поздравить С этим Ребята Поднимитесь На сцену Экипаж 28 Пугач Антон И Пугач Евгения Спасибо Вам Что Вы есть Приезжайте Пожалуйста К нам Встречаем Угнешмед Еще громче Смеял Следующая Номинация Называется С Доехалом Экипаж Номер 15 Казачок И Басов Поднимитесь Поднимитесь Пожалуйста На сцену Эти ребята После первого Круга Сломались Они не смогли Подчиниться Но тем не менее Они стартовали И они достигли Своего результата За эту Олюху Мы их Поздравляем Казачок Тима Поднимитесь Пожалуйста На сцену Экипаж Номер 15 Смеял Приехал Аплодисментами Наверное Не буду Там Попозже Следующая Номинация Называется За красоту За красоту Проезда За чистоту Проезда Эти ребята Достаточно Ярко Выступали В чемпионате Украины По трофеиду Экипаж Номер 13 Кучер Фатеев Андрюша Поднимитесь Пожалуйста На сцену Кучер Андрей Фатеев Паша Поднимитесь На сцену Номинация Называется За красоту Ребята Спасибо Что вы есть Следующая Номинация Называется За пальни Парни Экипаж Номер 23 Экипаж Номер 23 Левченко Анфилов Сергей Поднимитесь Пожалуйста На сцену Очень яркий Экипаж Ребята Проучаствовали В двух Классах Они так Зажгли Что захотели Проучаствовать В обоих Классах Это был Класс Рейд И класс Стандарта Ну Вероятно Не успею Подобраться Поближе Я думаю Что сейчас Город Змеева Взорвется Номинация Называется Змеевской Дебют Змеева Поддержите Пожалуйста Змеев Громче Поддерживаем Нашу команду Кизилов Андрей Дальше Александр Рейд Змеев Поднимитесь Пожалуйста На сцену Громче Громче Змеев Змеевской Дебют Змеева Платили Спасибо Что вы Выступили И показали Мастер Класс А ведь Вполне Удачный Был Дебют С вашего Позволения Я передаю Слово Нашим Ведущим Которые Продолжат Награждение Спортивной Части Спасибо Спасибо Огромное Вам Вы Изрядно Повеселили Нашу Публику И я Смотрю На лицах Наших Гонщиков Расцветают Улыбки Ну Ну что ж Мы готовы Начать Числение Финалистов Итак Итак Вот они Победители Категории Стандарт Третье место Стартовый Номер 35 Николайенко Владислав Исисоев Максим Город Луганский Город Краснодон Аплодисменты Эрнест Вручайте Вризим Победителям Вот они Победители Аплодисменты 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 Категория Стандарт И Второе место Второе место И категория Стандарт Стартовый Номер Стартовый Номер 36 Челков Демид И Челапка Денис Город Змеев Второе место Стандарт И первое место Категория Стандарта Первое место Стартовый Номер 19 Ванамарчук Виктор Игусин Андрей Город Днепропетровск Встречаем Змеев Итак, ну что Мы переходим далее В следующей категории Категория Рейд Третье место Стартовый Номер 27 Кизилов Андрей И Данчин Александр Город Харьков Ну скажем так Змеев На сихурия Рейд И Второе место Стартовый Номер 16 Костянецкий Петр И Дементьев Александр Город Харьков Громче Громче Категория Рейд И Первое место Стартовый Номер 37 Михайлов Станислав Шапкин Роман Харьков Вот так Категория Рейд Выделилась Третья Сам Все Для Харькова Дамы и Господа И Наконец Самая Служная Зрелищная Категория Харьков Эти машины Уже Не сильно Напоминают О стандартном Виде Автомобиле У них Огромные Зубастые Колеса Яркий Внешний Вид И Поразительная Проходимость Категория Харьков Третье место Категория Харьков Стартовый Номер 40 Панишев Андрей Ткаченко Артем Город Харьков Громче 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 Итак Категория Харт И Второе Место Стартовый Номер 11 Сальков Юрий Титов Альберт Город Харьков Второе Место Громче Изменев Ну что Дорогие Друзья А первое Место В категории Харт Досталось Команде Стартовый Номер 22 Позняк Иван И Позняк Владислав Запорожье Громче Громче Поаплодируем Обладателям В первом Место Мне нравится Как победители Двух годов Встречают Друг Друг Аплодисментами Этажа Объясни Ну что Те кто хоть Однажды Громче 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 Уважаем Обладателям Наших Победителей Громкими Овациями Спасибо большое Вам участники А сейчас Мне хотелось бы Пригласить на сцену Людей Без которых Было бы невозможно Провести Сегодняшнюю гонку Это ее Идейные вдохновители И организаторы Те кто сделал Все Для того Чтобы по настоящему Сегодня на Мещине Появилась Сложнейшая трасса А сама гонка Прошла на Высочайшем уровне Итак Благодарности От первого Вице-президента Автомобильной Федерации Украины Янковича Виктора Викторовича Вручается Народному Депутату Украины Мураеву Евгению Владимировичу Громче 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 Викторовича А также Член Автомобильной Федерации Украины Иртанову Игорю Вячеславовичу Автомобильной 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 Это такое уникальное событие Которое не оставляет равнодушным Абсолютно Никого Рука об руку Свау Идут соратники И партнеры От этапа К этапу Вы видите За нашими спинами Логотипы Компаний Которые оказывают Активную Спонсорскую помощь И давно уже Стали Добрыми друзьями Для автоспорта Украины Награждение Благодарностями От Федерации Автомобилистов Украины Пройдет Руслан Савкин Глава Рабочей группы По Кантри Кроссу А на сцену Приглашается На сцену Приглашается Председатель Общественного Объединения Харьковская Ассоциация Внедорожных Дисциплин Клаймом Тинис Встречаем Смином Встречаем Вашем Объединения Компания Рокоспорт Эксклюзивный Дистрибьютор Коломбо РП В Украине Громче Громче Смином Встречаем Объединения Председатель Смирского Районного Совета Сироткин Евгений Иванович Вот Объединения Просто Должны Быть Громкими Губер Александр Андреевич Депутат Областного Совета Учредитель Частного Предприятия Транссервис Встречаем Змея Сегодня Центр Четыре На Четыре ПТР Громче Громче Сминь Аплатируем Происходственная Строительная Компания Ягуар Ваши Объединения Ну что И Хотел Пригласить Сейчас На сцену Макаренко Михаила Николаевича Который Является Большим Другом Автомобилистом Встречаем Земляков Змеевщина А на сцену Выходят Представители Адвокатской Фирмы Эталон Варестер Встречаем Такси Аплодисментами Муршать Не молчим Не успокаиваемся Аплодисменты Все Только Впереди На сцену Приглашается Член Оргкомитета По проведению Проведение Автогонки Кизилов Андрей Андрей Все у вас На сцене Мы знаем Что вы Есть Рядом Ему тяжело Выходить Замя Аплодисменты А мы Встречаем Кравченко Александра Степановича Главного Инженера Предприятия Восток Энерго Ремонт Громче 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 Валерия Разрешите Я дальше продолжу Вы не против Дорогие друзья Я бы хотел Так же Чтобы на этой сцене Рядом с этими Замечательными людьми Появился еще один Замечательный Невероятный человек А именно Валерия Валерия Мураева Руководитель Благодарительного Фонда Крок за кроком Ваши Аплодисменты Ну что Рядышком со всеми Но есть еще один Человек Который сегодня Награждал сам И теперь пришло Время Вручить Награду Ему Руководитель Рабочей группы По кантри-кроссу Савкин Руслан Ваши Аплодисменты Змеевщины Спасибо вам Дорогие друзья Аплодисменты Змеевщины Вам Громче 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 Это Аплодисменты Награду Автомобильный Спорт Один из самых Ярких И активно Развивающихся Видов Спорта В нашей стране И за ее пределами И мы надеемся Что фау Приобрела сегодня Новых последователей И будущих Чемпионов Среди нашей молодежи Занимайтесь автоспортом Участвуйте в спортивных Состязаниях Становитесь первыми Добывайте всемирную славу И пусть Вас всегда будет Дух здорового Соперничества О Ваших сердцах Всегда Горит огонь Спортивного азарта И пусть сейчас Над головами победителей Грянет Праздничный Сарат Грянет Сарат Грянь Кур Продолжение следует...